Еще об одной злободневной теме. 1 июня нынешнего года в России был издан указ, которым утверждается национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Однако документ вызвал осторожную, даже критическую реакцию общественности, ведь стратегия фактически вводит на территорию страны основные элементы, механизмы и институты ювенальной юстиции. Многие общественные деятели убеждены, что она направлена на разрушение российской семьи и традиционных семейных ценностей. Подробнее Светлана Соколова. Ювенальная юстиция в целом основана на абсолютизации приоритета прав ребенка по отношению к правам родителей, что приводит к ущемлению прав и интересов родителей и семей в целом. Сегодня в Российской Федерации государство отказалось вводить полномасштабную систему ювенальной юстиции по западному образцу, но периодически то в одном законопроекте, то в другом подзаконном акте появляются положения, которые позволяют осуществлять вмешательство чиновников и общественников в жизнь семьи. Очень и очень важно добиться того, чтобы право родителей определять мировоззрение ребенка, образ его жизни, линию его поведения в семье, право которое зафиксировано и в международном и в российском законодательстве, было бы поставлено выше любых экспериментов. Соблюдает ли ребенок пост, посещает ли он богослужения, какие обязанности он несет по дому. Вот все это, конечно, должны решать родители и это их право. Несколько лет тому назад в ту пору президент Российской Федерации Дмитрий Медведев говорил, что Россия не имеет нужды в апробации принятия новых западных технологий в общественной жизни. В частности, принимать ювенальную юстицию смысла нет, потому что на стране достаточно хорошо разработанные соответствующие органы опеки и детские отделения милиции, защищающие права не только ребенка, но и родителей. Несмотря на это, в стране в нынешнем году была принята национальная стратегия. Вспоминая эти утешительные слова президента Медведева, нынче премьера, я хочу сказать, что с ювенальной юстицией нам не по пути, потому что это всего лишь одна лошадиная голова, идущая в упряжке с двумя другими – сексуальная революция, ювенальная юстиция и гендерная программа, в соответствии с которой ребенок в роддоме не имеет права обрести свой пол мужской и женской, но к 12 годам должен выбрать себе один пол из пяти ему предлагаемых. Православие свидетельствует об ответственности родителей перед Богом за воспитание детей, о необходимости заботы об их здоровье, благополучии. Вместе с тем осуждает пренебрежение родительскими обязанностями, грубость и жестокость по отношению к детям. Церковь утверждает, что духовно здоровая семья – важнейшая основа благополучия общества, открытых в сотрудничество с государством и различными общественными силами в вопросах защиты семьи и детства. Да, бывают случаи, когда ребенок находится в состоянии опасности для жизни и здоровья. Да, бывают случаи, когда возникает опасность половой неприкосновенности ребенка или подростка. В этих случаях, конечно, государство должно действовать. Но все случаи, когда ребенка отнимают у родителей по очень сомнительным критериям, конечно, должны быть исключены из практики нашей страны. Я надеюсь, что развитие права поможет именно так выстроить отношения между семьей и государством. На основании таких расплывчатых критериев, как низкий материальный уровень, ненадлежащее воспитание ребенка, детей смогут изымать из семей. И угроза эта сегодня нависла на каждой маленькой ячейкой общества. Поэтому религиозные организации, общественные, сами родители готовятся вновь проводить митинги, собирать подписи и отправлять письма в администрацию президента. Мы должны противостоять.